У Светлогорску прошел областный семинар по пытаниях проведения полевых работ. Основную увагу на долине рыхтовцы кормов и повышению эффективности выкористания сельско-господарчей техники. Загученная информация ознайомились наши корреспонденты. У зале посаджения у Светлогорска гора и выконкама старшиня у всех районных выконавших комитета у Гомельской области. Размова не столько об ходе полевых работ, сколько об иснуючих проблемах. Больше подробязно их разглядеть подчас призначенные на понеделок селекторные нарады с уделом старшиней Аблвыконкама. Некоторым керавникам района упридется отказать на не самые приемные пытания. На кшталт наявности кормо-уборочной техники, якая не выкористовывается по некольки годов. Сегодняшний день по Гомельской области готовность техники была 64%. Я говорю, мужик, я же не могу понять, почему мы себя не можем просто направить, чтобы как-то поправить ситуацию. Витяевская область под 85, Могилевская там 80. 127 комбайнов у вас не эксплуатируется уже более пяти лет. Списать, коли отремонтовать немогчимо, те одновить, коли такая могчимость тиснует. Сегодня на Гомельшине реализуется программа так званого «другасного рынка» сельско-господаршей техники. Специалисты Гомель Абл Агросервису с поспехом ремонтуют машины, якие еще можно будет выкористовывать. Такая техника значно больштанная за новую. А прожа того тут створили некольки специализованных отрадов, які готовы на месте проводить техничное обслуговывание корма нарыхтовчих машин, что так само повышает термин их эксплуатации. 12 выездных бригад, которые выезжают в хозяйство, и в хозяйство проводим техническое обслуживание. Если ремонтируем технику у себя, то, конечно, проводим у себя потом уже техническое обслуживание. А на разном состоянии, потому что техника эксплуатируется, скажем так, и 5, и 10, и 15 лет. Поэтому в зависимости, конечно, от хозяина, от ухода, от всего остального, техника имеет разный уровень. Ну, в целом, средний по области. Особная размова об захованости собранных кормов. Технологии с выкористанием полиэтиленовой пленки не новые, але и зараз их не всюду притрымливаются. Прыклад демонструется на практице. Гнилые кормы придется выкинуть. А это прямые страты и ураджаю, и финансов. А в финансах путы ему загадают я шерас, калеразмова по дзябне обходности наявности у кожным районе як минимум одной господарке, дзя будуть сруезно займаться насенним водством. Гэта дазволить не набывать яго замежами в области, прышым часто у перакупшиков. У них будет смешанное мясо молочное само собой, потому что это в первую очередь каждый день живые деньги. А задача стоит на сегодняшний день в том, чтобы деньги, которые мы сегодня отдаем, особенно за пределы области, чтобы они оставались в хозяйствах. И чтобы в каждом районе было хозяйство, семяное хозяйство. Где, которые будут выращивать эти семена? Практичный семинар у Светлогорском районе завершается демонстрацией сучасной кормы на рихтовчей техники беларуских вытворцов. Прышым некоторые узоры, якие не мают аналогов у Беларуси, зрублены на Гомельском Абалагросервисе. Особная увага Бабруйскому пресс-подборшику, який дозволяет нарыхтовывать травяные кормы с гарантованной якостью. На протягу этого и наступного года такой техникой будут забеспечены у всех господарков в области.